Интерпретация закона построения физического тела ребёнка внутри тела матери. Начальная форма ребёнка создаётся на базе собственного материала, заложенного в основу родительскими клетками. После слияния мужского и женского начала включается механизм построения с соблюдением порядка ведения процесса развития. При сложении двух разных генетических основ – мужской и женской – первоначально происходит их приспособление к условиям существования в новом состоянии. Затем в действие вступает режимный коэффициент, устанавливающий режим будущих процессов производства новых клеток. Особые принципы построения на первоначальных стадиях отсутствуют, но программа генного кода задаёт цель – создать необходимое количество клеток, отвечающих определённым качественным показателям. Данные клетки должны послужить базой для последующих структурных и субстанционных формирований. Программа построения физического тела содержит в себе последовательность конструирования органов ребёнка и в соответствующее время включает в действие особый режим работы. Каждый орган строится отдельно от других, имеет собственную структуру, химический состав, индивидуальную технологию и отдельную подпрограмму его построения. Конструкции органов должны строиться таким образом, чтобы обеспечить их дальнейшее нормальное функционирование, правильный ритм работы и предусмотреть с помощью использования специальных коэффициентов взаимоувязки их процессов с другими. Сложность взаимоувязки состоит в том, что соединяются совершенно разные процессы, дающие часто противоположные результаты. Например, венозная и артериальная кровь объединяются в работе сердца, и великое искусство творцов, создавших человека, состоит в умелом совмещении их в функциях одного органа. Хотя приходится совмещать различные химические составы, реакции, различную сложную технологию приема и отдачи энергии обширного диапазона частот и многое другое, что малоизвестно человеку. Физическое тело помимо материальной основы содержит также и энергосистему с наличием отрицательной и положительной энергии, которые формируются совместно с построением самого тела ребенка. Энергетическая система. Кроме того, каждая клетка, каждый орган обладает своей энергетической структурой, которые, соединяясь воедино, создают энергоструктуру всего тела. То есть работа материальной оболочки складывается на основе функционирования множества отдельных систем. И только благодаря наличию прочных общих связей, объединяющих все воедино, создается основа для фундаментальной конструкции и ее прогрессивного развития на последующих стадиях. Программа формирования физического тела, которая представляет отдельную программу, отличную от программы последующего прогрессирования человека, включает в себя последовательность построения органов и тела в целом. И для этого в программе присутствует режимный коэффициент адаптации, который помогает в течение заданного периода времени формировать качественный состав клеток органов. Каждый орган обладает своими клетками, отличными по построению и качественному содержанию от клеток других органов, соответственно, индивидуально и качество энергии органов. Или иначе, можно сказать, что любой орган работает на своем типе энергии. Поэтому все подобные сложности должны учитываться при построении и правильно состыковаться.